У меня очень долгостория, но я тебе расскажу вам по дороге. Так, короче говоря, только что, во-первых, где вы находитесь, это дом Ефраема Голубева, который он построил реально своими руками. Он нам полностью его вот дал сейчас в свое распоряжение. И он мне сейчас позвонил и извинялся за то, что он забыл провести нам свет там, где мы ели мя. Какой светой человек. Но зато, вот видите, здесь у нас светло и хорошо. Здесь мы начинаем нашу лекцию. То есть у нас будет следующая программа. Вначале первой выступит Элизер Фридлен. Он директор Орациона. И у нас первый раз выступает на место встречи. Это ознакомительно мы познакомимся с Элизером. Будет короткое его выступление по теме причины, по которым был разрушен первый храм. Второй храм, почему произошло 15-го. Это ваша руководитель. Плохо стоит. Дальше выступит Миша Брук. Где Миша? Вон он. Он нам расскажет о том, что размежевание это божественный процесс. После этого мы послушаем нашего любимого Шурика Синичкина, который... И хочу вам рассказать, что лекция Шурика это как презентация, что возможно в следующем учебном году у нас будет обновлен еще пульс уроков Шурика. Так что это Шурика про тебя рассказывает, что это будет, что это будет, что это будет, что это презентация как-то невозможно будущего курса. Я тебя пиарю, понимаешь, я пиарю тебя. А потом выступит Женя Иглом, которая расскажет нам о великих еврейских расколах. Все. Раскола. Ну, точнее говоря, о врагах евреев. Евреев, врагах евреев. А тут еще есть просьба вписать марев, но куда вписывать марев, это не мое. Давай, это сам их вырешено. Давайте, где-нибудь. Это и марев, может, еще один, наверное, да? Господа, я в земле, еще не выклепил, нет я и не можете возиться марев, это плохо. Нет, нет, нет. Шаг. Короче, куда вписывать марев, вырешайте сами. Лезер, пузырь, пожалуйста. Для начала хочу просто техническую вопросу дать. Где говорить? С микрофоном или без? Без. Мы прекрасно тебя слышим. Просто я хорошо слышу дискуссию. А может быть, после вас? А может, вам опять поближе? Верните, встаньте сюда. Встаньте к столу. Девушки, лектор хорошо слышал. Не, ну ему там так хорошо стоять, замечательно. Мне скажите, к ним и стоять. Хорошо, мне без разницы. Вот там стоял раньше, было лучше. Да, 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 вот так. Там было хорошо. Там это беднее было. Да, вот всем видно, все хорошо. Как вы скажете? Мне без разницы. Слышно хорошо. О, отлично. Прекрасно. Итак, тогда я сниму еще лишнее. А можно спросить? Да, вы все. А можно спросить у лектора? Спрашивай пока не начинь. А что у вас за сумочка такая? Что у вас за сумочка такая? Усилитель это усилитель. Ну усилитель. Солнечная батарея, аккумуляторы, грубоговорители. Это как мы за 20-ми коллегами. Но не нужны сейчас абсолютно, правда? Как это? Солнечная батарея, вы слышите? Сейчас солнечная батарея нам самая актуальная. Итак, у меня большая просьба. У меня очень короткая, наверное, самая короткая сегодняшняя лекция у всех. Поэтому никаких вопросов посередине реакции. Все, кто с чем-то не согласен, что-то хочет оспорить, далее отложите на 10 минут, на 10 минут, послушайте. А потом все это выскажите Мишу. А потом все это выскажите. Или скорее уже на лекции Яглова по поводу расколов. Да, вот это будет самое правильное. На лекции Минахова. На самом деле наши темы несколько обрамляют все сегодняшнее предприятие. И у них есть много общего. Тема расколов. Да, давайте начнем с Храмовой горы. И почему сейчас разрушается Храмовой горы. Я думаю, все слышали, за что был разрушен Второй Храм. Я думаю, все здесь, это такая тусовка своих людей, которые уже, я думаю, все в теме, все слышали, за что был разрушен Второй Храм. Правда? За то, что люди недостаточно уважали друг друга. Недостаточно считались друг другом. Люди, будучи похожи друг на друга, на самом деле воевали друг с другом. И сказано дальше так, что каждое поколение, которое не построен Храм Третий, виновное в этом грехе, так же, как то поколение, которому разрушил Храм Второй. Правильно? Есть такая фраза. То есть получается, что наши поколения также виновны в этом грехе. Простое следствие. Правда? Есть похожее. К этому можно добавить еще некоторую деталь. То, что не просто не построен Третий Храм, но продолжается разрушение Второго. Это мы все слышали о том, как 10 лет подряд арабы копали на Храмовой горе. Разрушали остатки Второго Храма. Сносили остатки жертв, остатки воронку. Вы говорите не арабы, а вакфы. Я бы не стал сейчас спорить. Хорошо? Это не важно, потому что не только вакфа там был участвовал, в этом участвовал много кто, кроме вакфа. Кто-то не участвовал, кто-то должен был участвовать. Это археологи не участвовали, Министерство древности не участвовало. И, кстати, по закону Государства Израиля, кто распоряжается храмовой горой, Министерство древности. Никто у него не отзывал это право. Но при этом, когда люди стали оспаривать то, что происходит, и подавали в богатство, к сожалению, здесь нету Рава Зеомешкова, который там участвовал, но ответ богатства был очень веселым. Он был, примерно, следующим, что арабское общество очень чувствительно к этой теме, если мы остановим работу на храмовой горе. А еврейское общество в Израиле нечувствительно к этим работам на храмовой горе. Вот так вот богатство проанализировалось степень нашей чувствительности. И, кстати, к сожалению, он прав, мы это реально видим. До сих пор огромное количество людей, причем здесь нет разделения на средства или религиозные, есть и среди тех, и среди других, как сторонник для того, чтобы мы пошли на храмовую гору, так сторонник для того, чтобы арабы были арабами. Я могу просто даже перечислить ряд Рош-Яшиф, которые говорят на основе ошибочного прочтения одной строчки в арабах, что храмовая гора должна оставаться в руках арабы. Теперь, это наша нынешняя ситуация, если мы видим, что продолжается рушение храма, и в ромках те самые причины, которые описаны в Халмуде еще чуть меньше чем 2000 лет назад, правильно? Но давайте с этой темой все понятно, в ней все прямой текст написано. Давайте разберем более сложные темы. Ну, например, жуткая вещь, которой не принято касаться, я сначала даже не заявлял, но все-таки попробую чуть-чуть коснуться. Есть аналогия между катастрофой и Пуримом. И посмотрите, и там, и там, это за 7 лет до строительства жертвенников в Иерусалиме. Если мы посмотрим на катастрофу, за 7 лет до строительства нашего государства Израиля. И там, и там евреи находятся в изгнании. И там, и там, уже часть евреев из изгнания вышло и уже работает в Иерусалиме. А как посчитали за 7 лет? Да как иначе! Еще раз, споры. Потом, кому интересно, могу дать свои контакты, выставим конкретные ссылки на тонах, на другие источники. Теперь. Уничтожение евреев началось в 1941 году. Не в 1939. Поэтому мы конкретно посчитаем. Окей, нет, извиняюсь. Давайте еще раз, спорить мы сейчас не будем. Кто хочет поспорить, дам контакты, по контактам потом все пришли. Теперь, дальше. У нас уже ощутимая группа людей находится в Рас-Исраиле. То есть, если мы про события Пурима, как минимум 42 тысячи человек уже вышли в Патанавку, да, и уже здесь строят храм. Точно так же по нашей истории уже новой, тоже огромное количество евреев живет здесь, в Рас-Исраиле, уже построены различия наши прекрасные заводы, даже оружейные в Микве-Исраиле. Все это тоже в то же самое время происходит. Примерно. Начинают строиться, конечно, все это строится позже. Начинают строиться уже в то самое время. То есть, на самом деле, как Пурим не угрожает общине Рас-Исраиле, не угрожает. Написано в Танахе, что кому было одно распоряжение уничтожать евреев, местным народом империи. В Рас-Исраиле у нас кто местный народ, кроме евреев, самаритяне, скажем, мы уже воюем к тому времени и уже держим достаточно хороший момент. Так, чтобы понятно, что кому не угрожает Пурим уничтожением, только евреям Рас-Исраиле. Точно так же с Второй мировой. Кому меньше угрожает Вторая мировая война, евреям в Америке, которая уже скидывается деньгами на Красную Армию, я думаю, все помнят историю Михоэлса, который привез отсюда кучу денег на Красную Армию для войны и сливки. Отсюда? Да. Отсюда. Еще раз. Кто с чем-то не согласен, потом все ссылки я вам пришлю. Я все, что говорю, у меня есть ссылки. Теперь, дальше. Следующий тем. Пурим привел к обвинению народа. Помните, все люди в итоге постились в один день, который был еще праздником. Но все люди были едины, и в итоге что привело? К сбавлению. А во время Холоккеста я открываю архивы и читаю. Ну, какой тот уровень. Что я вижу? Как евреи обсуждают, за что уничтожили ту общину. Ну, наверное, потому что они были коммунисты. То есть разные группы евреев не объединяются. Даже в Варшавском гетто разной сейонискровизации объединяются только уже, когда начинается восстание, когда уже практически весь народ уничтожен, который был в этом самом Варшавском гетто. Читая мы с кем-то восстание в Варшавском гетто, можно помнить, что это восстание, сейчас это уже все практически закончилось. И только тогда, наконец, объединились. И вот объединилось буквально чуть-чуть, там, 200 евреев на пике восстания. И эти 200 евреев в итоге вынудили аж с фронта перебрасывать армию. Вот сила объединения этих 200 евреев. Так что мы видим, что на самом деле все наши проблемы, уже две, которые мы перечислили, связаны именно с разъединением евреев и решаются объединением евреев. Гушкатив. Точно такая же история, на самом деле. Потому что, когда мы смотрим, да, было хорошее единение, но в среде очень узкой группы. Если мы говорим про народ Израиля, про Израиль в целом, то, к сожалению, этого единения не было. Очень много, можно сказать, статей и движений в массах, которые говорят, вот это религиозные, вот это правые, это все какая-то группа, это все их проблемы, нас это не касается. Мужкатив. Теперь, наконец, первый храм. И так далее. Какой-то в пользу. Но я могу привести, что даже первый храм был разрушен за то же, за что и второй. Из чего это можно сделать? Например, из Ахава. У Ахава, помните, был такой царь на севере, у которого вообще идолы стояли по империи, у которого, величайшим пророк Илья, Ахава прятался в пещерах на большинстве времени. И что единственное, что уделяет у Ахава Талвуд, например, это то, что Ахав любил евреев. И в его царстве. И в его царстве. Еще раз. А вот был кузеном. Понятно, что у них были с детства. У нас нет идеалов и нет злодеев. У нас у всех есть плюс и минус. Так вот. И что говорит дальше Талвуд? Из-за этого во время всех войн Ахава не погибли. Не погибали евреи, не погибли ни одного сражения. Причем, кстати, когда мы открываем исторические документы, которых в Тадахе у нас не все документы есть, есть вот эта потрясающая битва, в которой Ахав воюет со сирийцами. И там еще несколько участков этого сражения тоже есть. И при этом интересно, что у Ахава больше колесниц, чем у всех вокруг. И сейчас, когда мы копаем на севере Израиля, что мы видим основу? Колесниц. Остатки Ахавы. Более всего в археологии на севере Израиля мы видим именно храмы. Хатсори, да, что мы видим от шломов. Маленький кусочек. Это храма, огромное количество всего. И также мы это видим в других местах. Так что, еще раз. Если мы смотрим на разрушение первого храма, то всегда, когда евреи были едины, дальше они делали что-то не то. Они получали наказание. Они получали только предупреждение. Что вы зашли не туда, вы делали что-то не то. Но только предупреждение, никогда не наказание. Когда евреи разделяются и начинают вовремя друг с другом, то даже если каждый из них соблюдает все митвот, наказание страшно. Великие праведники были убиты в катастрофе. Великие праведники были убиты в разрушении первого храма. В разрушении второго храма. Нет, поэтому, что у вас есть. И только одна причина. Потому что народ был убит. Сейчас мы гораздо ближе друг к другу. Анализируя все нынешние направления в иудаизме, видим, что нынешние евреи гораздо ближе друг к другу, чем, например, фарисеи и садуки. Самые дальние направления ниже иудаизма ближе друг к другу, чем фарисеи и садуки. Да ладно, фарисеи и садуки прекрасно дружат друг к другу. Отсюда, извините, я не... Немножко резали. Ведь нас тут не позволяет расклести. Все, все, я понял, понял. Все, все, я понял. Давайте минутку я закончу. И потом все, что будет. Миша. Так вот, мы сейчас такое с вами. Вместо называется Геват-Озвагаон. Это новое место. Но это место, которое объединилось совершенно разные группы людей. В этом уникальности. Сейчас уже большинство людей знают, что сновь мушкотив был нашим. Сейчас. Да, уже получив ракеты, большинство пользует. И вот точно так же, постепенно, постепенно, исправляясь с низов общества, мы и можем постепенно исправлять тот самый грех, из-за которого были разрушены и первый храм, и второй храм, и еще много-много-много всего в нашей жизни. И чтобы больше ничего не разрушалось, надо работать в первую очередь над этим. И я был очень рад, что организация Местной Встречи именно этим изначально и занимается. Спасибо. Ура! 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 А теперь есть кому-то нужны сыны, все, ест. Выпьем. Ура! 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 Так, всем, кому через меня вы получите контакт Элиесера, всегда, в любой момент обращайтесь. Спасибо большое. Ура! 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 И... Выпьем.